День и арбузы, чиничные булки, щедрый зажиточный прарик, ты на престоле сидишь в Петербурге. Что вы не поняли? А вы девушка, вы же что, или типа мужчина? Типа мужчина. Типа мужчина, а вы? Я тоже мужчина, то, что они видны, что нет. Ну и по мне видно, в общем-то. Я думаю, что можно быть, ну, женщина, скажем так, и влеты, и влеты, и влеты. Ну, откуда вы будете, если не секрет? С Украины. Ну, какой город-то? Ты и так веришь, что с Украины? Винница. Понятно. О чем беседу? Я буду Олег, город Торонто. О чем беседуете в Рулеткино? Какие темы? Кого ищите? Хочу пообщаться. Ну, и мне интересно, что там в мире делается. А. То, что там, то, что там, то, что там, то, что там, то, что думает по поводу коронавируса, по поводу, ну, скажем, мерафейтам ситуации в мире. Ну, что, понятно, да, коронавирус, я думаю, большая, большая фера, ну, с этими излишними ограничениями. Кому-то нужно было опустить в мировой бизнес, авиатуристический. Ну, я думаю, что это, ну, не, типа, ну, скажем, у нас все опустить, весь бизнес. Ну, можно было опустить, скажем, там, ну, какие-то страны, как бы это, можно было там опустить. Ну, все сразу? Нет, ну, если, так сказать, цель была не страны опустить, а конкретный мировой бизнес, допустим, вот, авиационный бизнес, авиационные перевозки по всем странам. Вот они сейчас все прекратились, вот они, это самое, сейчас в большом минусе. То есть страны, это одно. И это, конечно. А вот именно отрасль, это другое. Я бы скажу, типа, моя мысль такая, типа, скажем, что, типа, в 2008 году это была мировая, был мировой бизнес был, ну, типа, там, не спало, там, по ценам, это все такое. Да как раз нефть, не отборота, как ни странно, тогда нефть как раз поднялась в примеровом кризисе. Нет, я не веду тебя, что типа, второе, что в 2008 году был мировой бизнес. Был, был, да, был. И сейчас пошло, ну, скажем, период 12 лет. И опять, типа, начал, это самая атишка, значит, началась. Ну, да. Она была, типа, скажем, она была, один был перло, сейчас второй перло, ну, и так вот. Ну, возможно, возможно. Цикл, цикл повторяется. Я думаю, что еще по 2022 году опять-таки, по принципу. Прямо, возможно, да, понятно. Ну, понятно, окей. А ты откуда сам? Я из Торонто. В Торонто? В Канаде? Да, в Канаде. И что у вас там, в Томатике? Ну, шо, как и у вас, коронавирус, что у нас? Нет, я не веду, меня интересует, украинская диаспора. Что там в Канаде? Ну, шо, ну, есть такая диаспора, да. Вашу интересует, где они, в основном, живут, в каких городах или что вас интересует? Нет, нет, мне интересует, типа, что думаете, украинская диаспора по поводу Украины. Ситуация сейчас в Украине. Ну, это ж нужно, нужно у нее и спрашивать. А вы в Канаде? Ну, я вообще с Харькова уехал, но я в русской диаспоре, да. Ну, если вы, ваше выражение, у нас диаспора называется, не называется, комьюнити называется. А диаспора называется вот только ваша украинская, которые вот, и то не те, которые с Украины приехали, вот, сейчас, вернее, лица украинского контингента, которые сейчас приехали, а которые приехали более ста лет назад, которые оставили свои корни, которые никогда в Украине не бывали, и которые не граждане Украины. Вот эти называются диаспоры, вы считаете, по классике. То есть, все потомки тех вот переселенцев, которые приехали в Канаду массово на рубеже 19-20 веков. Вот это называется диаспора. Так вы же сами с Харькова? Да. Вы сами с Харькова? Да, да. А в каком году вы в Канаду приехали? В Пятом. В 2005? Ну да, но не в 95-м, в 2005-м, да. Так вы считаете, что вы не украинец? Ну, я не украинец, если я по папе и маме русский, что же, да? Украинец, русская, это национальность. Так что, у вас есть и матери русские в Харькове? Ну, в Харькове, в Харькове, в общем-то, украинцев не большинство. Но если город на территории Украины, то не значит, что он, значит, там преобладает украинский контингент. Не, я понимаю, да. Ну, вот. Где-то так. А вы вообще, это самое, ну, кроме коронавируса, вообще, раньше-то, о чем общались в рулетке, на какие-то темы, до коронавируса? Ну, я, ну, вообще, я, ну, так, людмейцы, или, ну, общаюсь, значит, по поводу, ну, я сам патриот, я сам украинец. я понял да и за кого вы голосовали голосовали за эти самолеты почему-либо все завода украина было не по другому россии а еще завода стала типа врагов но выйти сам родился в связь союзе родился в украине и сам не объединил принц и сюда что воде пошел россия как был брат на понять ага голосовали за кого запорошенко или нет ну вот на на президентских выборов а как думаете вот почему он проиграл как есть у есть у вас версия причинного поражения есть версия так то что типа просто люди хотели чего-то долго люди хотели чего-то такого чтобы не подскажем классе пришел человек который не был это всегда так хотят но вот кучма же сумел выиграть и в второй раз я считаю что ошибка пороша кучма нет кучма нет хотя там город подтасал хотя там горит подтасовали когда он второй раз баллотировался это да да ну уму нет типа но мой моя версия того что он проиграл что он абсолютно не играл на восточном электоральном поле он вместо того чтобы востоку какой-нибудь пряник давать да слушай вас я и снять я снять смотрите а вы с типа ну вот ваша паспорт есть паспорт есть украинцы паспорт это да да есть на выборах участвовали на выборах участвовал от кого-то голосовали бы но я не га и не секрет не я не ходил голосовать потому что там все ясно было но мы же голосуем зрячий потому что разница 7 часов я могу через пять часов после закрытия ваших участков открытие вашей вид полы и посмотреть и понять что уже бесполезно куда-то идти если бы было допустим в соотношении 51 на 49 тогда вы был смысл эти а если я вижу там 70 то никакого смысла эти не было вот в данных выборах на зеленского во втором туре а в первом туре за вилкула потому что порошенко меня обозлил и укромованным законом который но протал и по притеснением вытеснением русского и насаждением мовы вот он чем не разозлил посмотрите я я считаю типа шоу я шоу державный оставаясь украинская держава так то есть полмога мой буду украинцы но не единственная должна в державном овода мая быть украинская во-первых да 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 совершенно верно но не половина французских живут 19 процентов но все язык государственный. Ну и у вас тоже самое. У вас русских живет 20%, а русскоязычных живет больше 5%. По переписи 17%. Это русских, этнических. Но когда язык определяется, то определяется не по этнической принадлежности, а по нэтив языку. То есть сколько, сколько, сколько принадлежит к данной линвагруппе. Так, ну вспоминаю. Во всех республиках изучали русский язык? Нет, не во всех, не во всех. Я думаю, что у вас в Виннице было 25% украинских школ у вас в Виннице. А во Львове было 80%. В Харькове была одна школа всего, и в Киеве там парочка, наверное. Было по спросу, просто они... Не русскоязычные. Я не имею в виду, что во всех школах изучался русский язык. Во всех. Ну, как предмет, как предмет, да. Как английский, как английский во всех школах изучался, да. Да. Да, да, я в курсе. Я в курсе, да. Почему? Потому что он был записан в конституции как язык межнационального общения. Почему? Он в конституции Украины был записан. И сейчас он так записан. И раньше был записан. И в конституции УССР был так записан. А если взять, скажем, в население республик, которые населяли, скажем, советский сегмент, Украину, я думаю, что имело наибольшее количество, типа, скажем, населения, и балаги, и будь, типа, чтобы украинский был, типа, ну, более таким населенным языком, который сталкивать всех. Правильно? Ну, может быть. Но я просто говорю, если бы, если бы в конституции Украины был записан, что языком межнационального общения является, там, немецкий, скажем, то в школе бы обязательно был немецкий, как дисциплина, как предмет. Я вам скажу чуть пополе. Смотрите, в Украине никогда, ну, державна мова, державна мова, было приезд. Але никто не запрещал говорить на русском. Вы можете на мове говорить, я мову разумею, можете на мове говорить. Если вам сложно на русском, вы говорите на мове, да. Ну, я не говорю на мове, но я разумею, я в школе тоже изучал мову. И мова была обязательным предметом в русских школах, если вы знаете. И в СССР была, и в СССР была обязательным предметом. Просто, разумите, что по правде пошло. Если украинец приезжает в Москву, и не говорит на российский, я разумею все. А в городе уже приезжает на свои мовы в Москве, и я не разумею никто. Ну, почему никто? Ну, хоть и разумеет, наверное. Хоть и разумеет, наверное. Что скажем, жители, кто-то живет в Москве, у него существация русской, у него в школе не было изучения тех порусских. Ну, да, да, не было. Казахскую мову там, скажем, не было, не было, да. В Москве приезжает, скажем, в Москве приезжает, скажем, до меня там в Украину, до меня приезжает, скажем, где-то там в Якутию, Владивосток. Он любит, только на, ну, с ним борет на свои мовы, и он не разумеет. Ну, понятно. Я, кстати, при СССР был у вас в Виннице на практике. Это вот у вас завод, который порошки и стираль не выпускал. Он сейчас не работает уже или работает? Лотос. Лотос. Працует. Лотос, точно. Лотос. Я же помню, порошок лотос, точно, точно. Працует, да, все нормально, да. Працует, так. Да. Я помню, привез свежак, там, мешок, там, мешочек такой вот, ну, размером с портфель этого порошка домой в россыпь. Понятно. Ну, ладно, приятно было с вами побеседовать. Да. Всех благ. Поехали. Наверно, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать и плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Вам так говорили. Почему же тогда в Утилитарном государстве? Правильно, Утилитарное государство. Правильно? В Великобритании, Утилитарное государство. Германия, Утилитарное государство. У них есть один... Германия, Утилитарное государство. Ты мне, уu- Humu- Улица родная. И в непогоду дорога